Итак, добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Мы продолжаем нашу работу, начинаем пресс-конференцию о проведении 7-го Белорусского инвестиционного форума. Я с удовольствием представляю участников нашего мероприятия. Премьер-министр Республики Беларусь Михаил Владимирович Мясникович, министр экономики Республики Беларусь Николай Геннадьевич Шнапков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Евгеньевич Гурьянов. Мы с вами работаем, уважаемые коллеги, полчаса. Есть предложение приступить сразу к вопросам, учитывая, что мы начинаем несколько с задержкой. Пожалуйста, первый вопрос. Представляйтесь, возьмите микрофон. Ольга, пожалуйста. Спасибо. Радио России Владимир Визяев. Михаил Владимирович, если бы мы вчера не побывали в Институте генетики, наверное, не было бы этого вопроса. Если не ошибаюсь, именно вы в свое время сказали, что союзное государство – пример того, и куда идти. Это я к тому, что когда сегодня говорили об инвестиционной привлекательности Беларуси, все время подчеркивали, что она втянута во множество интеграционных процессов. И понимаете, такой вопрос. Вот эти предложенные инвестиционные программы как-то связаны с программами союзного государства, вот эти проекты как-то отразятся? Если да, то в какой степени и где? Ну, про стволовые клетки уже все мы знаем, что это действительно гениально. А вот с другой стороны, что, может быть, надо сделать союзному государству, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и России, и Беларуси? Вот такой непростой, а может и простой вопрос. Спасибо. Вы знаете, в своем вопросе вы затронули такую тему перспективы, тему будущего. И на одном из заседаний союзного правительства, которое проводил Владимир Владимирович Путин, будучи еще председателем правительства Российской Федерации, он действительно подчеркнул, что мы союзные программы должны ориентировать на далекую перспективу. Это программы будущего. И в этом плане мы совершенно единую точку зрения поддерживаем, что товарное сотрудничество, даже инвестиционное, это уже то, что мы умеем делать. А вот как нам идти для того, чтобы опереждить где-то даже наших потенциальных конкурентов, не постоянно находить в эшелоне догоняющих, а именно действительно занять передовые позиции и двигаться так, как работают передовые компании из передовых государств. Это что касается политики этого вопроса. Поэтому союзные программы – это перспектива, это будущее. Конечно, есть и программы, которые решают проблемы сегодняшнего дня, и без этого, наверное, и не обойдемся. Здесь надо взаимно дополнять друг друга. Что касается каких-то будущих проектов, они в основном у нас как-то получилось, что концентрируется эта медицина, биотехнологии и военно-промышленный комплекс. Мы ни на кого не собираемся нападать, но в принципе порох, что называется, мы должны держать всегда сухим. И поэтому вот сотрудничество в области военно-промышленного комплекса и биотехнологий, а в этих направлениях Беларусь занимала лидирующие позиции и в советское время, и мы сейчас это достаточно активно развиваем. Поэтому я думаю, что мы будем интересными партнерами и в рамках таможенного союза, и в рамках СНК, и, конечно, союзного государства. Сегодня на саммите прозвучала мысль о том, что вот Беларусь была сборочным цехом, это хорошо, и вот этот цех будет и дальше функционировать. Я несколько в своем ответе старался возразить автору вопроса, поскольку мы самые большие успехи имеем там, где мы работаем по полному технологическому циклу, там, где мы являемся авторами системных проектов, тех товаров, которые мы сами разрабатываем, сами производим, ну, естественно, используя возможности кооперации и обеспечиваем достаточно прочные позиции на мировых рынках, не говоря уже о внутреннем рынке нашего таможенного союза. Поэтому Беларусь достаточно устойчиво присутствует на рынке таможенного союза и на рынках третьих государств, благодаря тому, что мы являемся носителями новых знаний, носителями новых технологий и организовываем достаточно высококлассное производство высококонкурентных товаров. Спасибо. Благодарю вас, Илья. Следующий вопрос. Вы собрали микрофон. Леонид Ру, Сергей Гозловский. Белорусские власти вот совсем недавно решили увеличить государственные доли в Кандидзе-Кирсфабрике Спартака Коммунарка на основании решения суда, который признал, что в свое время приватизация была проводена с нарушениями этих предприятий. Некоторые СМИ подают эту информацию как фактическую национализацию, которая якобы вредит инвестиционному климату в стране. И вопрос, планируется ли или может быть уже проводится ревизия других приватизионных сделок. Я думаю, что вопросы Коммунарки и Спартака достаточно широко обсуждались и белорусскими, и не только белорусскими средствами массовой информации. Ну, в принципе, как мне показалось, информация шла достаточно спокойно, во многом объективно. И те, кто пытался вытащить господина Новикова на какие-то провокационные ответы, в том числе читал его последнее интервью, он, что называется, достаточно сдержанно комментировал вот все эти вот вопросы. Поэтому, что касается, вот вы сказали такое, допустили, на мой взгляд, не очень хорошее выражение, национализация, там, значит, пересмотр других решений и так далее. Когда соответствующие контрольно-надзорные органы посмотрели вопросы, как формировалось это ОАО, было установлено, что в процессе вот самого первичного перераспределения пакетов акций не были учтены далеко не все основные и оборотные средства. То есть, рано или поздно этот вопрос бы все равно встал на повестку дня. Поэтому сейчас вот были приняты все решения, и эти решения, конечно, значит, будут реализованы, и предприятия будут работать достаточно успешно. Некой компании о ревизии ранее принятых решений, на что вы намекали в своем вопросе, не было и не будет. Не было и не будет. Поэтому инвесторы наши, зарубежные, те, кто участвовал в приватизации, или тем более, которые создают соответствующие компании в Беларуси, могут работать спокойнее. Благодарю вас. Следующий вопрос, пожалуйста, микрофон справа. Добрый день. Агентство «Рейтер» Андрей Маховский. Судя по итогам, экономическим итогам первых десяти месяцев и тому, что рост экономики составил 2,2%, ну, как-то выглядит маловероятным, что по итогам года он составит 5,5%. Есть ли у правительства прогноз, ну, какой-то уточненный прогноз по экономическому росту по итогам этого года? Спасибо. Я хотел бы ответить таким вопросом. Мал золотник да дорог. Мы должны иметь реальный экономический рост. Мы полагаем, что в этом году экономика обеспечивает оздоровление уже второй год. И главная ценность, наверное, заключается в том, что это стабильный, стабильный экономический рост, реальный экономический рост. И то, что касается методики расчета валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах, я не буду углубляться как экономист в эту проблему, но скажу, что тут есть вопросы методологического счета, поскольку в прошлом году у нас была очень высокая инфляция. Она, к сожалению, еще около 20% мы ожидаем погоду в текущем году. Она несколько отрицательно сказывается на объективность оценки валового оригинального продукта и валового внутреннего продукта страны. Но если посмотреть по составляющим, у нас обеспечивается главное. У нас растут доходы наших граждан. И в рублях, и в долларах. Реально. Растет покупательная способность населения. У нас устойчиво работают промышленности, сельское хозяйство, которые обеспечивают, вот сельское хозяйство, без малого 6%, промышленность в районе 6,5-7,5%. Это реальный экономический рост. Да, мы где-то сегодня меньшие объемы в строительстве. Меньшие объемы в строительстве. И не потому, что нам не надо чего-то строить, но надо просто строить реальные источники. Не заквазить деньги, не раздувать эти пузыри, а действительно строить за счет реальных инвестиций, как национальных, так и иностранных. Поэтому наши планы – это обеспечить достойный жизненный уровень, обеспечить все выплаты государства и все бюджетные назначения для социальной сферы, здравоохранения, образования. Вы видите, что у нас нет каких-то тут недофинансированных статей, и мы достаточно стабильно закрепляем ту достигнутую сбалансированность, которая была сделана в 2011 году. Я думаю, что 2013 год – это год у нас очень хороших перспектив и бурного роста, с учетом того, что уже на устоявшихся опорах будет развиваться белорусская экономика. Спасибо. Следующий вопрос. Первый ряд. Пожалуйста, микрофон. Лидия Березнякова, «Невское время, Петербург». У меня к вам два вопроса, Михаил Владимирович. Первый вопрос связан с тем, что вчера мы побывали на инвестиционном форуме и посмотрели, какие реальные проекты инвестиционные существуют. Основной упор идет на строительство, сферу услуг. Те отрасли, которые заявлены приоритетными – это фармакология, это IT и так далее, промышленность. Вот мы их не услышали. В принципе, российские компании готовы приобретать акции стратегические в белорусских предприятиях и в области нефтепереработки, и в области удобрений и так далее. Насколько Беларусь готова допустить их в эти отрасли? Есть ли реальные проекты? Может быть, мы вчера чего-то не услышали? Это первый вопрос. Спасибо. Ну, бизнес вправе выбирать сам, самостоятельно, в какие отрасли ему в приоритетном порядке обеспечить инвестирование. Если сфера услуг, это, я считаю, что хорошо, потому что у нас отдельный вес сферы услуг маловат, и хотелось бы больше иметь. Поэтому бизнес чувствует, что здесь еще есть ниша, которую можно успешно занять. Особенно на фоне растущей платежеспособности населения. Там, где бедное население, там услуги не очень активно развиваются. Поэтому мы в этом плане всячески будем содействовать, и это особенно то, что касается на муниципальном уровне, для того, чтобы сфера услуг расширялась. Что касается прихода инвестиций в промышленность, в нефтепереработку, мы будем очень рады, чтобы эти вопросы решались достаточно успешно. Вы сказали о том, что есть компании, которые готовы приобрести. Вы мне передайте, пожалуйста, эти предложения. Я обязательно с благодарностью их приму. Например, мы договорились с казахстанскими коллегами, с казахстанскими, не с русскими коллегами, что сделаем очень хорошее, крупное акционерное общество на базе одного из крупнейших химических комплексов Беларуси по производству высоколиквидной продукции для рынков Таможенного союза и Европы. Объем инвестиций совместно с казахстанскими коллегами оценивается в 600-800 миллионов долларов. Проект сейчас вот мы рассматриваем укрупненный бизнес-планы для того, чтобы это реализовывать. Мы в свое время с господином Миллером договорились о участии Газпрома в глубокой модернизации Гродноазота для того, чтобы получать больше азотных удобрений. И с учетом того, что у нас есть собственные калийные удобрения, мы, прикупив немножко фосфора, могли бы достаточно активно торговать вместе с Газпромом сложными удобрениями на рынках Таможенного союза и третьих государств. Вы, наверное, знаете о тех проектах, которые уже у всех на устах в области машиностроительного комплекса. Здесь нет каких-то ограничений с белорусской стороны. Но поскольку этот проект, ну, такой достаточно первым и крупным, ну, не хотелось бы набить какие-то шишки, вот, а уже сделать его таким классическим, я имею в виду МАЗ-КамАЗ, сделать классическим, на базе которого можно было бы формулировать и уже какие-то условия для других отраслей, для других проектов. В принципе, я хочу сказать, что российский бизнес недостаточно активен на белорусском рынке. Это моя оценка как экономиста и как премьер-министра. Я об этом говорил Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и у нас, ну, точки зрения где-то совпадают. Не хотелось бы тут что-то говорить, но в этом плане, вот, каких-то нестандартных методов получения быстрых денег наверное, вряд ли получится. Поэтому мы за то, чтобы это были партнерские отношения, и чтобы деньги от совместного бизнеса мы зарабатывали честно. Спасибо. Я так витиево-то ответил. Спасибо. Второй вопрос можно? Ну, активность должна повышаться, на мой взгляд. Второй вопрос можно? Давайте по одному вопросу останется время. Ну, она сразу заявила два. Вы же не возражали тогда? Ну, пожалуйста. Спасибо большое. Поскольку я из Петербурга, мне интересуются местные проекты с Петербургом. То есть вот на встрече с Полтавченко, нашим губернатором, вы предложили строительство под ключ белорусского квартала у нас, и предложили создание производства трамваев и троллейбусов у нас. Расскажите об этих проектах поподробнее, о возможности их реализации, кто их финансирует. И еще проект касается создания фармацевтического завода в Беларуси. Вы говорили о возможности инвестирования именно петербургского бизнеса в этот проект. Спасибо. Передайте привет господину Полтавченко. У нас очень хорошее отношение с Санкт-Петербургом. Они были заложены еще во времена Валентины Ивановны. И мы сохраняем преемственность. Те проекты, о которых мы договорились, в том числе проекты, названные вами, они все в работе. Они все живые и они реальные. Я просто в целях экономии времени хочу, чтобы вы через свой орган информации, значит, безусловно, сообщили о том, что все партнерские отношения, которые мы выстроили с Санкт-Петербургом, они будут реализованы. Я мог бы сказать, что мы очень признательны работе в области продовольствия. И ваши компании уже у нас получили и землю, и животноводческие комплексы, и, так сказать, заводы для переработки молока и молочных продуктов, что является предметом экспорта в третьи страны. Поэтому вопросу, значит, у нас все нормально идет. В области животноводства, генетики, опять-таки, сельскохозяйственных животных, это тоже решается. Вопросы, связанные с производством картофеля для нужд Санкт-Петербурга, тоже решаются и для хранения, и производства. В области биотехнологий и лекарственных форм, там быстро не получается, это объективно быстро не получается, но работы идут. Я, в том числе, вот сегодня заслушал информацию Института биоорганической химии о том, что проекты эти успешно будут реализованы в ближайшие годы. Спасибо. 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 Будьте добры, первый ряд справа. Возьмите микрофон, пожалуйста. Рудникова Елена, интернет-издание «Капитал страны. Россия». У меня вопрос по приватизации стратегических отраслей экономики. Вы сегодня сказали, что снят запрет на приватизацию госсобственности. Вот вопрос, до какой степени Белоруссия готова допустить частный капитал в оборонной отрасли, сохранить ли на собой контрольный пакет? И насколько Белоруссия готова, учитывая печальный опыт России, отдать частные руки своё сельское хозяйство? Спасибо. Что касается оборонного комплекса, этот вопрос носит не только производственный или экономический характер, это национальная безопасность. Российская Федерация последние где-то 10 лет, а может быть даже больше, принята ряд указов и федеральных законов, которые говорят о доступе иностранных компаний к производству изделий для военно-промышленного комплекса. Мы в этом плане с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем правительства, договорились о механизме вхождения белорусских компаний в оборонный заказ Российской Федерации. Он не носит какой-то, ну как сказать, овальный характер. По каждой позиции идёт тщательное рассмотрение на экспертном уровне и принимается политическое решение. Мы понимаем, что такое работать в интересах обороны ракетной державы, ядерной державы. И мы с уважением относимся к позиции правительства Российской Федерации. Поэтому вот в этом плане я хотел бы отметить, почему я так, может быть, подробно останавливаюсь или подвожу к этому, что белорусские, в том числе и частные предприятия, активно участвуют в работе по формированию вороноспособности Российской Федерации и всего нашего таможенного союза. Здесь нет принципа белые, синие воротнички и так далее. Если это соответствует соответствующим требованиям и это документируется всё, мы работаем слаженно в этой деликатной сфере деятельности. Но в принципе я хочу сказать, что здесь не является определяющим форма собственности, если резюмировать, а здесь профессионализм и соблюдение как национальных законодательств, так и то, что касается передачи технологии, ноу-хау, защиты интеллектуальной собственности. Это очень сложная, непростая тема, это не молоком торговать. Поэтому здесь, конечно, мы хотели бы больше присутствовать в оборонзаказе. Для этого есть у нас основания, и эту тему мы ведём как на правительственном уровне, так и на уровне компаний. И в Гралу, и по Пеллингу, и по заводу колёсных тягачей, и по ряду других белорусских предприятий. Что касается сельскохозяйственного производства, мы за многоукладную экономику в селах. Многоукладную сел. Там может присутствовать и государственный, и коллективный сектор, и частный сектор. Но позиция правительства, которым доверило мне руководить, заключается в том, что конкурентно способны на рынке сельхозпродукции могут быть только крупнотоварные компании, только крупные хозяйства, интегрированные хозяйства, которые занимаются не только растеневодством, производством растеневодческой продукции, но и продукцией животноводства, и глубокой переработке продукции животноводства. Например, наши казахстанские друзья, очень рады у них в этом году, если мне не изменяет память, около 14 миллионов тонн зерна. В прошлом году было около 25 миллионов тонн зерна, на 16 миллионов населения. Это хороший урожай. И половину урожая они, больше половины даже, продают. Мы производим вместе с кукурузой около 11 миллионов тонн зерна. Потому что это все идет на внутренние нужды, для того, чтобы получить животноводческую продукцию, переработать ее и продать в виде готового товара. Именно здесь добавленная стоимость. Именно здесь добавленная стоимость. Поэтому это продовольственная безопасность. И мы достаточно вот диверсификацию этого производства именно осуществляем наконечный товар, который идет на прилавок магазина. А то, что касается частных или акционерных обществ, у нас их очень много, особенно в переработке и по рапсу, и по плодам овощам. Здесь нет тоже какого-то раздела. У нас достаточно успешное акционерное общество, в том числе сахарной промышленности. Сегодня у нас сахарные заводы, это не только те, которые производят сахар. Они производят, допустим, уже элементы кондитерских изделий. Поэтому конкурентный частник, участник должен быть на той, как говорят, карась, чтобы щука, вернее, чтобы карась не дремал. То есть конкуренция нужна. Но это не просто, чтобы вот этих вот разделить, вот это будет исключительно государственное, это будет частное. Должна быть взаимодополняемость. И определенная конкуренция. Но если говорить по-крупному, я хотел бы, чтобы вы отразили своих средствах массовой информации. Мы выступаем за то, что только крупнотоварные сельскохозяйственные производства и компании, осуществляющие торговлю, могут обеспечить высокий уровень конкурентоспособности на мировых рынках. Мы полагаем, что сегодня вот у нас недостаточно, например, молочных компаний, которые продвигают белорусские товары, например, молочные товары по миру. Мы продаем около 4 миллионов тонн молока. Ну, баланс такой с Россией. Россия потребляет 40 миллионов. 32 производит сама, 8 импорт, из 8 импорта почти 4-то белорусские. Я имею в виду, в переводе на молоко, сыр, масло и так далее. Мы видим, что непросто конкурировать и на рынках России, и непросто конкурировать на рынках третьих государств. И мы идем туда, на рынки новых государств, на новые рынки, растущие рынки, в том числе с промпереработкой. С промпереработкой частичной нашей собственной продукции. Ну, это большая тема, отдельный разговор, поэтому мы за многоукладное село, но, в принципе, конкурентноспособность обеспечивается крупнотоварным производством. Это моя позиция. Спасибо. Уважаемые коллеги, последний вопрос. Второй ряд слева. Пожалуйста, микрофон. Еще, может быть, еще несколько. Агентство Белта. Михаил Владимирович, по прогнозу на 2012 год Беларусь должна привлечь от приватизации 2,5 миллиарда долларов. Скажите, пожалуйста, какой будет реальный результат по итогам года, и акции каких предприятий могут быть проданы до конца года и на 2013 год, что планируется? То есть планов приватизации у нас нет, но вместе с тем распоряжение президента о продаже какие-то готовится. Может, Вы скажете, какие? Спасибо. Мы не выполним этот прогнозный показатель в текущем году по получению 2,5 миллиардов долларов средств от приватизации. Но я бы не делал из этого трагедию. Мы имеем другие механизмы поддержания достаточного уровня золотовалютных резервов. А что касается приватизации, я вчера говорил и сегодня скажу, что неправильное представление у многих чиновников, бизнесе, даже во властных структурах, что приватизация это вот значит получить сегодня деньги за когда-то всем народом созданное имущество. Мы приватизацию рассматриваем как диверсификацию производства, приход новых технологий, интеграция в транснациональные корпорации, слаженная работа на внутреннем и на внешних рынках и переход принципиально новое качество с конкурентов партнеры. То есть это интеграционный механизм. Это не механизм зарабатывания денег для того, чтобы покрыть какие-то 7-минутные вещи. Во-первых, мы никогда не рассчитывали на то и не рассчитываем и не будем рассчитывать, что наполнять бюджет или пополнять золотовалютные резервы можно только за счет приватизации. Мы сделали профицитный бюджет, не добрав, например, средства от приватизации. Но у нас есть другие возможности. То же самое и по ЗВР. Поэтому если участие инвесторов на нашем рынке основано или будем говорить требует приватизации предприятия или его части, то мы это рассматриваем как интеграцию в мирохозяйственной и экономической связи. Обсуждал со специалистами Всемирного банка, которые у нас работают в Национальном агентстве по инвестициям. И я рад, что Всемирный банк, его специалисты, для этого выделены соответствующие грантовые поддержки. Речь не идет о том, чтобы там что-то продать, а речь идет о том, чтобы организовать слаженную работу с инвестором, благодаря чему будет обеспечиваться развитие предприятия и получение большей прибыли. Все, Михаил Иванович, мы завершаем. Пацаны, Целевизор, скажите по поводу форума сегодня. Очень много вопросов, но по поводу форума вы не выставили. Какую вы оценку даете нынешнему форуму, если можно по 10-ти балльной шкале? Был ли у правительства план по привлечению инвестор-проектов? Насколько он выполнен? И посетите, пожалуйста, динамику у инвестор-форума. Все-таки это седьмой. Спасибо. Ну, все форумы друг на друга не похожи. Это первое. Во-вторых, я очень доволен, доволен, считаю, что форум уже состоялся. Потому что, несмотря на те определенные трудности, которые создал мировой финансовый кризис, и те трудности, которые пережила страна наша в 2011 году, к нам приехала большая группа заинтересованных бизнесменов. И по численности, и по качеству. Я бы так сказал. Пусть меня извинят мои коллеги зарубежные, которые приехали. Я попросил специалистов, они посмотрели вот эти 250 компаний, ну я округляю, которые приехали. У них огромнейшая капитализация. Два триллиона долларов. Совокупный капитал этих компаний, которые приехали. Потому что, знаете, иногда на инновационных, инвестиционных форумах очень много присутствует, ну пусть они меня простят, такие неудачников. Он и туда приехал, и там поговорил, там не получилось, и туда, и там. И вот они всегда составляют какую-то массу вот этих форумов. Поверьте моему опыту, моим седым волосам. Значит, вот здесь вот я вот вижу, крупняк есть. То есть те, которые приходят серьезно и надолго. Вот смотрите, подписываются контракты там. Что, Хилтону больше негде строить гостиницы? Что, допустим, там турецким энергетикам некуда больше вкладывать деньги? Но они идут в местные виды топлива, нетрадиционные, возобновляемые. Вот провели переговоры. Что значит деревообработка? Вот приглашаю всех, мы в ноябре запускаем первые мощности в Смаргоне кроноспана. 340 тысяч кубометров плиты. Плюс мы с ними договорились год назад, что они сделают еще такой же прирост мощностей и на 200 с лишним тысяч кубометров прирост мощностей по МДФ, по плите МДФ. Это Смаргонский куст. Три предприятия Икея создает в Могилеве. В этом году мы в конце года перережем там тоже ленточку первого завода. Объем инвестиций уже около 120 миллионов евро. Поэтому вот правительство, когда докладывало президенту и парламенту программу деятельности, мы говорили о том, что нам надо, конечно, опираться на собственные силы и на собственные сырьевые ресурсы. И мы это успешно делаем. Поэтому я говорю о том, что форум состоялся. Форум очень интересен по представительству. Это параграф второй. Параграф третий, что это приехали люди с деньгами. Их не пугают всякие небылицы, которых очень много вокруг нашей страны. Ну, я не знаю, я учителем не работал, как оценить тут по десятибальной шкале. Ну, я думаю, что так, ну, крепкая восьмерка, девятка может быть выставлена. Николай Петрушенко, левая общественно-политическая газета товарища. Накануне форума независимая газета Витебский курьер опубликовала исследование гидрокиловатты предыскновения, в котором поставила под сомнение экономическую целесообразность строительства ГЭС на равнинных реках. Вот, что вы сегодня подтвердили, отвечая на вопрос турецкого бизнесмена, о том, что это не экономический тут главный вопрос. В этой связи, понимая, что длительный срок окупаемости Витебской ГЭС, Полоцкой, Оршанской, Могилевской, да и, например, Немновской подгробной, это тот кнут, который отпугивает инвестора. Скажите, пожалуйста, что все-таки является тем пряником сладкий, используя который вы убеждаете бизнесменам вкладывать инвестиции в заведомо не окупаемый проект? Спасибо. Совсем первым согласен, кроме последнего вашего утверждения. Что касается малой энергетики. Малая энергетика в обязательном порядке должна быть, и она будет. В том числе, малая гидроэнергетика. И дешевый газ, который был у нас когда-то, и дешевая нефть, развратила, в том числе, энергетику, и все те мелкие станции, которые были, в том числе на наших малых равнинных реках, позакрывали. Были колхозные, были межхозяйственные, были, значит, там, на промпредприятиях, которые, станции, которые себя обеспечивали практически полностью. А для надежности они были одновременно подключены к объединенной энергосистеме, потому что сегодня уровень производства такой, что даже остановка на несколько минут, она может иметь большие негативные последствия. Поэтому малая энергетика, местные виды топлива будут в Белоруссии развиваться достаточно динамично. Что надо еще иметь в виду? Что нетрадиционная энергетика на местных видах топлива, но возобновляемая энергетика. Это энергетика богатых экономик. Потому что легким движением руки можно открыть кран с голубым топливом, и факел длиной там до пяти метров вылетает, и все там творит, что надо, значит, в энергетике. А собрать, значит, ветки в лесу, привезти их, переработать в гранулы, в пилеты и сжечь, это очень затратная вещь. Поэтому, конечно, и Австрия, и Германия, мы приветствуем, они имеют несомненные успехи в этом. Не имея собственных традиционных энергоисточников, энергоресурсов, они прибегают и к этим, доплачивая. У нас вот сейчас плюс 30% мы доплачиваем за электроэнергию, выработанную на этих видах топлива. А они 50%, а в некоторых случаях и 80% доплачивают. Поэтому мы будем объединять, и это наша политика, что не меньше, вот сейчас у нас 25%, мы выходим в этом году, что не меньше третий должно быть на местных видах топлива. И это реально можно сделать. Не надо здесь делать социалистические соревнования, надо идти нормально. Что касается ГЭС на равнинных реках, я специально этот вопрос рассматривал профессионально, поскольку я этому в свое время учился и кое-что еще помню и знаю. В принципе, гидроэлектростанции на равнинных реках, это ну как бы не практикуется. Но у нас нет других рек. Я посмотрел то, что касается названных вами станций в Витебской области, да то же самое и в Гродненской, и в Могилевской области. Они имеют право на жизнь, потому что там зоны затопления не являются какими-то уже, значит, наносящими экологически или ущерб сельскому хозяйству. Как правило, это выбрано так, что, значит, зеркало водохранилища в Верхнем Бьефе, значит, обеспечивается за счет низкопродуктивных земель. Низкопродуктивных земель. Поэтому и малые гидроэлектростанции, которые вы назвали в Витебской области, мы пока их видим там три, две в Могилевской, значит, две в Гродненской области. Эти станции окупаемые, окупаемые станции. Да, сроки их окупаемости несколько больше, чем, например, на природном газе или на мазуте. Но это вечное движение. Это оборудование поставил, единовременные затраты большие, а дальше все работает. И поэтому срок здесь диктующим является, как экономист, скажу вам, журналист. Здесь срок окупаемости надо не рассматривать, там, не 3, 5, 10, 15 лет. Главное, чтобы срок окупаемости был меньше, чем сроки полной амортизации установленного оборудования. А сроки амортизации оборудования минимум 60 лет. А то, что касается гидротехнических сооружений, они около 100 лет. Таким образом, как минимум 30-40 лет станция будет работать только на прибыль. Благодарю вас. Да, еще вот тут кто-то хотел очень так... Последний вопрос, последний ряд слева. Угасли? А если мы что-то только русские и белорусские, а где другие? Михаил Владимирович, жалко, что нет министра финансов, но вы, как его руководитель... А мы с ним, со Стамбком, на все ответим. Вы наверняка в курсе. Беларусь в следующем году намерена размещать евробонды на 500-600 миллионов долларов. И ролл-шоу должно было проводиться в начале этого месяца, в конце следующего. Кто будет привлечен, какая будет сумма, какой будет рынок? Спасибо. Даже если бы уже я знал конкретно, кто будет в этом участвовать, то я бы вам не сказал. Потому что деньги любят тишину. И чем больше о деньгах, о нефти говорят, тем хуже потом тем, кто это покупает или кто это продает. Это не тема для такого широкого публичного обсуждения. Давайте обсуждать моду, экологию, важные вещи, как лечиться, какими лекарствами, традиционными, нетрадиционными методами. Но это элемент шутки. Да, мы настроены на размещение крупного пакета евробондов. В ближайшее время. Соответствующее предложение правительство рассмотрело и представит президенту. Ну, конечно, это будет начало следующего года. Но, может, начнем эту работу в декабре. Мы знаем, как это дело делать. У нас есть партнеры. Нам хотелось бы, чтобы этих партнеров было больше. Но мы при всех обстоятельствах, значит, взятые на себя обязательства, безусловно, выполняем. И со стороны наших партнеров, с которыми мы работали, вот Николай Геннадьевич выезжал, он может добавить, по размещению евробондов. Значит, со стороны этих компаний, должностных лиц, каких-то замечаний и претензий к белорусской стороне нет. Поэтому евробонды мы планируем размещать. Схемы и как работать, мы знаем. Что касается новых интересных предложений, мы им будем рады. В принципе, подписание книги и рот-шоу, это не распространяется, потому что, а, эту информацию может давать сейчас только банки-организаторы, б, по той причине, о которой сказал Михаил Владимирович, в связи с тем, что раньше времени не рассказывают о деньгах. И тем более условия, проценты, значит, кто и так далее. Но это не мы тут чего-то, значит, придумали. Это практика мироваток. Спасибо всем участникам. Спасибо. Пресс-конференция разрешена. Здравствуйте. Ваше поддержание пресс-конференции. Пресс-конференция. Пресс-конференция.